Добрый день, еще раз мы с вами встречаемся, сестра Ивановича. Хотим с вами немножко поделиться, что у нас происходит в русской селе сегодня. Вот мы следили с Семеном за теми машинами, которые раздавали подарки по всем селам. И оказывается, подарки раздаются только в тех семьях, где семья побольше, иметь родственников, чтобы они проголосовали за данного кандидата. Который Ирине Влаг будет выгодна. Который Ирине Влаг будет выгодна, говорится, как за Ивана Коса. Мы вот сейчас зашли в один дом, где есть многодетная семья, и женщина им варит, этот дом они сегодня пропустили. Но мы благодаря нашим широким душам, чем могли, помогли этим женщинам. Но самое интересное, что женщина объясняет, что для ее ребенка они делают операцию. Она имеет двухсторонную паховую грыжу. Они никак не могут добиться того, чтобы сделать операцию. Я хотел бы узнать, Ирина Федоровна. Сейчас я... Покажите ребенку, пожалуйста. Вот он этот ребеночек, который нуждается в операции, и врачи все откладывают с месяца на месяц, с месяца на месяц, вместо того, чтобы сделали операцию ребенку. Значит, вопрос поднялся у этой семьи насчет детского питания. И она обращается социальным работникам, и им говорят, что в этот месяц еще не прошла к Ирине Федоровна. Вот смотрите, вот такой вот смесь. И здесь именно написано от исполнительного комитета, от Ирины Влах. Я хочу понять. Можно вот смотрите, читайте. Данное детское питание распределяется согласно программе Башкана Ирины Влах и исполнительным комитетом бесплатное обеспечение сухой молочной смесью детей первого года жизни в Гагаузии. То есть, вот здесь смесь продажи не подлежит. Только не подлежит, а в другом месте подлежит. А ну, можно будет... То же самое, такое же. А эта смесь подлежит 5577. Покажи, пожалуйста, Иван. Вот ту сторону, ту сторону покажи. Вот получается, эта смесь подлежит, а эта смесь не подлежит, то есть продажи. Так я не могу понять. Ну, вот это в магазинах есть, но вот эту смесь уже больше месяца не привозят. Женщина не получает. Как кормить бесплатно, если бесплатно... Платно у нас в магазинах есть, в аптеках, да? А бесплатно, которое должно давать. Вот сегодня, последний день января, она еще не получила. Я хочу сказать, что даже если она будет это получать все, это не от Ирины Влах, она своего кармана не дает. Это не ее заслуга. Значит, почему здесь не упоминается народное собрание? Почему? Потому что без народного собрания никому никакой смесь не положено. Все законы, все проекты утверждаются, выдвигаются народным собранием. Почему здесь об этом ничего не говорится? Сегодня Ирина Влах пытается еще раз обмануть наших жителей и поставлять свою фамилию на этих смесях. Я бы попросил ее сама, она бы сейчас родила, она еще может родить. И пускай она живет вот в таких условиях, что живет эта женщина сейчас. Когда эта женщина пытается с последних сил помочь маме, а вот женщина говорит, что все ее пенсии, все ее группы идут только на лекарства. На кушание ничего не остается. Она имеет своих еще троих детей. Еще ребенок, рожденный с грыжей. Вот нужна операция, не делается ребенку операция. Что мы будем делать, Ирина Ветровна? Давайте поднимайте тревогу. Мы берем под опеку эту семью, мы думаем, что будем пробивать все это все и постараемся донести до нужных властей. Дулевый. Дулевый. И дальше мы возьмем справки все, то что положено. И мы думаю доберемся, чтобы этому ребенку сделали плановую операцию, которая положена. Спасибо всем. Сегодня социальный работник, который должен находиться здесь у этой семьи, который должен был те же пакеты, где вы видели минут 20 назад, заносило другим людям, которые более состоятельны. Эта семья в сегодняшний день очень тяжело себя чувствует, плохо живут. Вместо того, чтобы она занесла пакеты сюда этим детям, где трое детей, есть еще другие дети, где тоже не помогают им. В шестеро детей, не имеют дома, там у кого-то они живут, то же самое. То есть обделяются определенные жители. Я хотел бы просто опять продемонстрировать. Ирина Федоровна, как вы скажете, как вы сможете рассказать насчет вот этого всего? Что эта сухая смесь не продается, а здесь она, оказывается, продается в магазине. Расскажите, пожалуйста, как в мотивации вот этого всего вашего, опять какая-то предвыборная агитация или что это такое? Вот видите, это не я печатал, не я клеил, а это перед Новым годом раздавали. Это как понимать? Вот так вот делайте выводы, друзья. Что у нас сегодня Ирина Федоровна Влах сегодня себя продвигает только как хочет. У вас есть что сказать в отношении этого? Я не буду снимать вас. Не хотите. Вот так вот, уважаемые друзья, такой беспредел. Есть сейчас еще одна семья, мы поедем туда. Я бы хотел, чтобы Илья Узун увидел, что происходит от Ирины Федоровны Влах, что она здесь делает. Ее команда раздают и обделяет определенных жителей русской кисели, села русской кисели, так скажем. Ладно, мы сейчас поедем в другую семью тоже и хотим пообщаться. Там шестеро детей. Мать-одиночка, да, я как понимаю вам? Сейчас тоже туда поедем, пообщаемся. Тоже чем сможем, поможем. Вот ее тоже обделили. Что получается? У нее мало родственников, ей не надо заносить. А те, которые много родственников, к ним заносят. И делайте вывод, что завтра вы не нужны будете никому. Опять повторюсь. Все, всего доброго. На связи минут 15-10, может быть, я выйду на связь. Удачи!